Свой профессиональный праздник сегодня отмечают люди, пока не имеющие профессию. Это студенты. Их в своем микроблоге в Твиттере поздравил Рустам Миниханов. Впрочем, часть из учащихся эти поздравления услышали лично от президента на церемонии вручения госстипендий. Диана Василова о празднике студенчества. Не блинами и медовухой, а вальцами студенческим гимном встречают президента. В этом зале от студентов училищ до аспирантов. 90 человек стали обладателями государственной стипендии республики. Поэтому разговоры вовсе не о шпаргалках. Молодых людей интересуют глобальные проблемы. И они знают, как их решать. Принята задача о приведении исторического центра в порядок. Должна быть принята концепция развития всего исторического центра. Именно этим мы и собираемся заниматься. Президент приглашают в команду восстановления исторического центра. Ставку он делает на образованную молодежь. Вузы должны полностью соответствовать с потребностям рынка. Поэтому в первую очередь акцент на иностранные языки. Основа любого государства, любого региона, то есть продвинутого, это средний класс. Средний класс он сам по себе не получится. Средний класс это самодостаточный человек. Самодостаточный человек это человек, который может проявить себя. Знание международного языка. Сегодня международный язык это английский. Кроме этого еще другие языки. Я считаю, что в ближайшее время надо будет очень серьезно и китайский язык изучать. Вот это наша конкурентность. Китайский они тоже выучат. А пока освоили школьную программу лучше всех сверстников. В этом зале пирамиды в основном старшеклассники. Грант в несколько десятков тысяч рублей. Сумма должна поддержать талантливую молодежь. А ее в Татарстане много. Федеральная квота по премии на регион была 45 человек. Норматив по числу одаренных республика превысила втрое. Больше 150 ребят получили сегодня премии президента России. Мы вопросом образования в последние десятилетия, а точнее в последние годы особенно, когда была утверждена образовательная программа Келящак, как будущее, стали уделять серьезное внимание подготовке молодых, талантливых, способных студентов, отбору их, усиленному вниманию к ним, понимая, что вместе с ними и за ними будущее нашей республики. Здесь только победители. Олимпиад всех уровней, спортивных состязаний и творческих конкурсов. Некоторые представляли Россию на международной арене. Айгуль Хафизова и Олег Шамаев презентовали миру единственную в России водную карту. Указали, где и какую воду можно найти в столице республики. Потому и оказались в этом ряду. Впрочем, награда для всех этих ребят уж точно не последняя. Эти имена мы еще услышим. Диана Василова, Ксения Жаркова, Адель Медубаев и Айрат Мухамедянов. Вести. Татарстан.